Что идет контакт с людьми сильный, и поэтому перегрев идет. Ну я в Краснодаре перед лекцией съел вишнего мороженого. У меня остановилось пищеварение. А я читал лекцию по самоконтролю. Я рассказываю, говорю о том, что надо питаться правильно, что надо регулировать свою жизнь. И у меня так... Пошло, короче. Я говорю, можно, я сейчас извиняюсь, мне надо сходить в туалет. Я побежал, и там мужчина тоже вышел в туалет, в соседнюю кабинку, и он слышит, я там начал пугать унитаз. И вот. То есть у меня рвотный эффект пошел. Прикольно? Ну и вот если, допустим, ты не можешь переварить близкого человека, люди в основном сразу вводный эффект вызывают. Типа, пошел ты нафиг, я с тобой жить не буду. А вот если с пищей это не можно сделать, то в личной жизни это получается эффект дьякообраза. То есть ты его пытаешься выплюнуть из своей жизни, а иголки наружу. А я уже сказал. Вот-вот, Женя, к нему подходите, чтобы вас записали, чтобы вы в свободное время приносили пользу китайцам. Чтобы потом лекции на китайский переведутся. У меня по судьбе такая, что в Китае еще больше, чем в России будет слушать. Так что, чтобы людям пользу приносить на других языках, надо участвовать в этом процессе. Вот. И... То есть... Выплюнуть нельзя, надо переваривать. А чтобы переваривать человека, нужно неподвижное положение тела, вода, длительное движение. Вот и смотрите, что вы, ничего вам. Вы почему принять человека не можете вы? Есть три варианта. Первый, обида, значит, вода, неподвижное положение тела. Второе, безысходность, не могу, у меня нет сил с ним жить, не могу, не знаю, что сделать. Тогда длительное движение. И третий вариант, это... Разочарование в человеке. Плохое настроение, то есть, это как бы... Все плохо. Тогда пост. Или солнце. Или баня. Ну, так сильно выводим, значит, в организм. У меня все плохо. Да иди ты в баню. И это правильно. Значит, принятие начинается с аскез. Аскезы, это основная сила такая, которая дает возможность тебе жить. Вот у тебя это все плохо с человеком вблизи. Или на работе. Люди, большинство думают, работе плохо, значит, как бы, как это, если водка мешает работе, бросил нафиг работу свою, да? На самом деле, если чуть-чуть работе что-то не так, люди сбегают сразу. А может быть, у вас вам подходит эта работа, откуда вы знаете, у вас просто не хватает принятия, энергии не хватает. Ну, и переварите, прежде чем бросать, переварите работу. Вот, допустим, первая стадия принятия работы, вторая стадия спокойствия, третья стадия доброта, а после доброты уже понятно, работать там или нет. Тогда у тебя не будет сомнений, если доброта уже есть, и там все равно все плохо, значит, это не твое место. А бывает, люди ошибаются, они бросают, а там еще хуже потом, потому что, ну, просто надо переварить что-то, принять. И поэтому аскезы, молитва, добрые дела. Чем как добрые дела помогают переварить? Благословение приходит. И с разными типами добрых дел. Вот, допустим, когда человек повторяет, я желаю всем счастья, желаю всем счастья, он убирает у себя энергию подавленности, пессимизма. Это солнечная энергия. Я желаю всем счастья, и ты все от солнца напитываешь. Вот. Второй тип благотворительности, это когда человек кормит людей, дает им силы жить. Это ты увеличиваешь в себе волю, у тебя энтузиазм появляется. Ты накормил людей, у тебя хочется что-то сделать. Ты кормишь людей силой, и получаешь силу взамен. Если кормишь счастьем, получаешь счастье. Я желаю всем счастья. Получи счастье. Кормишь силой, получаешь силу. У тебя прорываются события, тебе легче делать. И третий тип благотворительности, это когда ты помогаешь людям, советам, знаниям своим, у тебя его совершают. Этот тип благотворительности дает осознание человека. Я как-то молился Богу узнать, что же я такое сделал в прошлой жизни, что люди все слушают мои лекции. Может, я мудрецом каким-то был. Мне это было очень интересно узнать. И Бог мне дал знания, что я получил знания все от людей. Я просто хотел в прошлой жизни, ушел из жизни в концлагерь и сильно хотел людям помогать. Я начал людям помогать, вкладывая в них, а они дают мне знания. Я им помогаю, они мне помогают больше узнать. И так, пошло, 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 пошло. То есть, когда человек дает людям знания, подсказывает что-то, Бог ему дает знания. Вот эти добрые дела дают возможность переваривать судьбу. Она тоже там какое-то препятствие есть. Или тебе не хватает знания, или счастья не хватает, или не хватает силы. Сил не хватает, как мне людей. Знания не хватает, говорит, советует. Ни одна знакомая не могла замуж выйти. Не хватало знания, как выйти замуж. Она открыла женский кружок для того, чтобы помогать женщинам выйти замуж. Вот теперь у меня вопрос, кто из этого кружка первый вышел замуж? Она сама. Человек начал сапоги делать. У кого первых будут сапоги? У кого первых? У него самобой. Сапожник без сапог, значит, еще не развился, как сапожник. Денег на сапоги не хватает. Ну, то есть, это добрые дела. Они тоже переваривают судьбу, помогают. Особенно, если человек это поставлен им хорошо на потоке. Он уже не тренировался, плохая судьба пришла, он чувствует, сил не хватает. Пошел, накормил людей, силы появились и все сделал. Вот чувствует, знания не хватает. Начал советовать всем, помогать. Знание пришло. Или чувствует, не хватает счастья, начал желать всем счастья. Надо научиться вот этого, пересиливать себя, тренироваться в этом направлении. И третье, это молитва. Связь с Богом. Это самая такая фундаментальная вещь, потому что она человеку помогает переварить судьбу. Иисус Христос сидел в оливковом саде целую ночь перед событием. Можно было переварить всех людей страдания. Не просто же, да? Вот такое выработка, такое применятие, чтобы всех людей переварить сразу, да? Поэтому те люди, которые верят в данном случае Бога в такой ипостаси, они легко принимают судьбу. У них есть такая сила, что Бог в разных ипостасях приходит. Вот, допустим, мусульмане получают храбрость и достоинство, а христиане получают способность принимать судьбу переваривать. Скажет, песенка есть на эту тему. Хорошая песня. Это вот как Он, Иисус Христос, пошел. Он же не отказался от своего понимания вещей. Он принял страдания, но достоинство свое не погубил. Сохранил, да? Вот это называется правильный путь принять. Человек должен сохранять достоинство, силу внутреннюю. Ну, может-то пожертвовать принятием ситуации. Не наказывать, не разрушать, потерпеть, подождать. Но при этом сохранить себя. Это энергия Бога дает такую вещь. Сам человек не может так сделать. Сначала принятие, потом спокойствие приходит, если ты принял, все правильно сделал. Если неправильно, спокойствие не придет. А потом доброта. Когда доброта в сердце появилась к людям, к обстановке, к начальству, к близкому человеку. Все. Ты Богом защищен полностью. И дальше тебе свои границы выстроить несложно. Для этого надо просто с добротой начать общаться с человеком. Вести себя с добротой. И он сам тебе покажет границы. Если он реагирует по-доброму, значит границы близкие. Если он реагирует нейтрально, холодно, значит и подальше. А если он агрессивно на дабораторию идет, значит еще дальше. Еще дальше означает ничего не выяснять, ничего не прояснять, не открывать сердце. Просто жить рядом, выполнять свои обязанности, не трогать человека. Есть два варианта, как не трогать. Первый вариант, он вообще не сможет никогда нормально себя вести, если он не изменится внутри. А изменить его может только горе в данном случае. Или второй вариант, это плохой период, который надо переждать. Второй вариант чаще всего, это 90%. Вряд ли вы будете выбирать себе невежественного человека. Обычно невежественные люди невежественных людей выбирают. Ну это там, косяки вместе живут, там еще что-то такое. Ну, когда другой уровень совсем сознания. Но бывает, ты человека выберешь хорошего, а он ведет себя плохо. Как у меня один мужчина. Говорит, Олег Геннадьевич, я вот одну девушку взял, она спилась, хотя была нормальной. Второй взял, она спилась, хотя была нормальной. Я говорю, а можно ее попросить? Она говорит, да. Я говорю, а чем вы занимались? Какая у вас была деятельность раньше? Он говорит, да я в 90-е приобрел спиртзавод себе, на годы что-то. А потом мои дружки пришли ко мне и говорят, или жизнь, или забот. И им отдал забот. Жизнь сохранил. Но осадочек остался в виде судьбы. А судьба будет действовать там, где слабое. Вот кого-то по здоровью долбанет, кого-то по работе, а кого-то по личной жизни. Вот его по личной жизни долбанули. Не надо сейчас молиться, добрые дела делать, чтобы переварить судьбу. Что ты, если сейчас опять будешь брать, опять 25. А Господь тебе кого покажет? Кою девушку покажет? Которую положен. Значит, он тебе откроет в ней божественные качества. А кроме божественных же у нее еще человеческие есть. Он тебе их не откроет. Мы же божественные друг друга видим. Почему видим? Потому что Бог открывает. Почему он этого человека открывает? Потому что тебе так положено. У тебя такая судьба. Вы спрашиваете, это моя судьба или нет вот этот человек? Потому что не нравится то, что получилось. Судьба никогда не нравится. Всем людям нравится только когда вот все Кока-Кола. А чтобы вот как бы было плохо, тогда уже не нравится. Рига, значит, наверное, не моя судьба, да? Ну что же вы тогда с ним сошлись-то? Блохо показал человек. Все. Значит, твоя судьба. И дальше переваривать надо. Успокаиваться. Доброе отношение. А потом уже выстраивание границ. Если человек по-доброму с тобой себя ведет, ближе отношения строит. Если он занят, деловое сильно, нет времени на тебя. Не открывай ему сердце. Не поверяй сокровенное. Сердце будет больно ранено. Потому что ему некогда не до вас будет. Человек, который живет вот этим не духовным, не глубоким счастьем, а поверхностным, человеческим. Он сильно занят деньгами, властью, славой, работой. Он не сможет вас понять. Ваше сердце не сможет понять. Глубину сердца такие люди понять друг друга не могут. Они строят деловые отношения семейные. У них нет близких отношений. Поэтому дистанция не может быть слишком близкой. Но вы не сможете общаться с сокровенным с такими человеками. Нужно время. Вы начнете жить правильно. Он постепенно тоже поменяется в этом плане. Это нужно время. Жизнь в страсти означает, что человек не то считает счастьем. Он сильно увлекся самосохранением. Понимаете? Когда человек сильно увлекается, уже некогда любить друг друга. Некогда заботиться. Некогда доверить. Некогда испытывать счастье. Все. Времени нет. Надо работать. Есть песни на эту тему. Переключать тумбернат. Расставлять себя. В воду залезть. А бывает так, что некуда залезть. У меня вот здесь на мойке сели. Ну, центр. Вот отсюда действуем пешком. Центр самого Питера. Очень красивая квартира. Но женщина слушает мои лекции и мне это предоставляет. Езжаю. Там хоромы такие. Лувр. И некуда. Я весной приехал сюда. В Питер. Просто приезд. А перегрузка сильная. Там уже растаял лед на мойке. Поздняя весна. Там спуски есть, куда спускаются, для того, чтобы сесть на лодку. Ну, все говорят, здесь нельзя купаться. Грязная вода. Ну, а вода везде хорошая, понимаете, везде. Если она тебе кожу не разъедает, значит, она полезна. Люди боятся, думают, грязная. Ничего грязного, это природа. Я взял на мойке там 4 градуса, люди льдины плавают вокруг. Спустился и сижу. Люди там стоят. Смотрят на реку. О! Мужик залез, смотри. Я из дома вышел, залез, 5 минут посидел. Все, все 5 слоев прочищены. 4 градуса вода, прекрасно. Выхожу прямо в этих шортах, иду, красный весь. Мужчина подвигает. Люди очень такие, заботливые. Говорят, вас ограбили, ограбили. Я говорю, у меня украли усталость. Мойка, говорю, украла. Усталость, стресс. И все. Ну, то есть, действительно, когда желание есть очиститься, то ты просто пренебрегаешь уже, как бы, правилами идешь. Ну, это не то, что я вам пример привел. Сейчас, у нас милиция, естественно, разводит. Но это знаете почему? Потому что была весна, еще не было движения. Там, сейчас-то понятно, если ты это сделаешь, тебя штрафуют. А тогда лодки не ездили. Просто опустился в воду. 5 минут в ледяной воде. И ты полностью восстанавливаешься, понимаете, от перелета. Так действует природа. Это удивительно просто. Ты просто привел пример, как можно пользоваться, если у тебя переключатель работает. Я знаю, что мне надо. А вы многие же даже не знаете. Вы забыли. У вас не хватает никаких возможностей, сил внутренних. Даже опыта, тренировки не хватает. Кто из вас сейчас сможет поверить, что если вы залезете в ледяную воду на 5 минут, что вы не умрете после этого? Кто из вас поверит? Мои хорошие 5 человек. Вот. Я вам сейчас расскажу. Я в Казани, летом это было, где-то месяца полтора назад, ну, где-то два месяца назад. Начало лета было, июнь месяца. Я приехал в Казань, там читал лекции. На лекции пришло 150 человек. Из них 65 человек со мной поехали на Голубое озеро, там есть. Вода в нем 4 градуса. Это родники. И вытекает вода, речка такая небольшая, там 7 градусов. И вот на этой речке стоит баня. 65 человек, все дети, взрослые, все залезли в воду. И стояли там в воде. Ну, там, по-моему, 7 где-то минут нужно было, чтобы очистить в такой температуре все психическое тело. А потом мы все в баню пошли. Там большая баня такая. И все заполнили баню. Потом 5 в воду. И не говорят, как заново родились все. Там на самом деле всего в такой длиной воде 1 минута тяжело стоять. Потом расслабляет тело, сковывает вот так и все. Представляешь, ничего не чувствуешь. А лечение колоссально идет. И ничего не отмерзает, не отваливается. Врачи говорят, почки отваливаются. Это значит сильное статическое напряжение. Значит, надо начинать с... Вот если с утра, то прямо ты захочешь с утра, и сводишь. Значит, это блоки серьезные. Одна женщина недавно, ну, когда ездил в шатве, она тоже там, тоже в бане постоянно с ними, со всеми. Там у них есть холодные какие-то купели в бане. И мы практиковали вот это. Одна женщина из всех не смогла зайти в воду, потому что, как я увидел, она просто заходит, и судороги жесткие у нее. Жесткие просто судороги. Она несколько раз пыталась, так и не зашла. Это значит колоссальной силы статическое напряжение. Потом я узнал, что у нее однополый брак. А это как раз и есть вот эта проблема. Статическое напряжение на пятом слое, это сильная чувствительность, которая может пойти в противоположный пол, и у человека нет возможности даже любить противоположный пол. Это тоже блок на пятом слое статическое напряжение. Вот что и требовалось доказать. И она мне потом на консультации спрашивает, как мне вот с этим избавиться. Я говорю, вот, закаляйся. То есть, если она в прорубь начнет заходить, и ставит куделок на 65 минут, через полгода, до свидания, гомосексуализм. Потому что эта проблема именно статического напряжения. Человек не переносит просто противоположный пол. И это уже не первый случай у меня, когда я это увидел. Это много людей уже получили такие советы. Поэтому, вот представьте себе, насколько мы страдаем от того, что у нас нет нормальной энергетики в организме. Что люди меняют пол, разрушают семьи, там, и все прочее. Это нехватка энергии природы. Так действует сейчас на человечестве. Поэтому я уделяю колоссальное внимание на лекции к этому вопросу. Обязательно на лекциях об этом чуть-чуть говорю всегда сейчас. Надо питаться природой. Каждому человеку учиться правильно жить. И так, запомните из лекции всего лишь три вещи. Принятие, спокойствие, доброта. И ваша способность выставлять границы вам гарантирована. Потому что человек не может выставлять границы из-за того, что он не принимает судьбу. Или неправильно работает энергия любви. Он сильно привязан к человеку. Занесет от него. Значит, когда он не сможет. А привязанность сменяется на антипатию. Любовь и ненависть. Это две стороны привязанности. Сначала сильно лезешь к человеку. Потом, как пружинки, разлетелись. И ненавидят друг друга. Вот так это работает. Но если ты не хочешь что-то получить от человека. От своего желания что-то получить. Заменяешь на желание служить. Аскезу такую совершаешь. Постепенно твое понимание любви правильно формируется. Ты начинаешь испытывать счастье от того, чтобы дарить людям добро. И у тебя нет проблем с личными границами. Потому что ты не зависишь от человека. Можешь подальше от него быть. Можешь поближе. Допустим, отношения хуже подальше. Отношения лучше поближе. Даже у хороших людей, у добрых людей, может быть, дистанция увеличится. Знаете почему? Есть три типа тяжелой судьбы. Первый тип тяжелой судьбы человек обычный может выдержать. Поэтому дистанция небольшая. Если люди правильное отношение скроют, они доброта, прощение, принятие. Как и должно быть. Но есть второй вид тяжелой судьбы. Называется жесткая судьба. Как она отличается? Она отличается тем, что люди не могут выяснять отношения вместе. Все заканчивается руганием очень жесткой. Руганью. И невозможностью друг друга понять. Вот в какой-то период судьбы, может быть, несколько месяцев, что люди не должны выяснять отношения. Вот если ты не можешь ругать постоянно, значит, просто не выясняй. А будет всегда причина какая-то сильная. Будет хотеться все-таки, что же нам с этим делать. И опять лезет человек. Двистовую штуку. Опять по носу. Опять лезет. Опять по носу. Пока не надоест. Или как пружина. Вот они лезут друг к другу. Пружина натягивается. И все. Полное разрушение семьи. Когда жестокая судьба приходит, чему она нас учит? Она нас учит самодостаточности. Научись побыть один. Зависит от подружек, если женщина. От друзей, если мужчина. Зависит от природы и от Бога. Есть три материнские силы, которые всегда кормят, питают человека и дают ему защиту. Это природа, добрые друзья и Бог. Когда тебе плохо, туда иди. И есть три силы, которые разрушают человека всегда, когда плохая судьба. Это близкие, работа и здоровье. Если лезешь к близким, твоя судьба будет разрушена, когда у тебя плохой период. Если начинаешь сильно париться по поводу работы, значит там у тебя придет проблема. Или если по поводу здоровья сильно париться начинаешь, значит там придет проблема. Как человек разрушает свою жизнь через здоровье. Через испуг. Вот вы пришли к врачу и вышли от него с испугом. Значит вы освернились. Может быть действительно у вас тяжелый диагноз. Но врач должен вас отбодрить. Он должен вам дать силы, которые будут дать возможность, дадут вам вылечиться. И так много часто бывает. Но если вы приходите к врачу, вы его спрашиваете, доктор, не можно на что-то надеяться? Он говорит, смотря на что ты будешь надеяться. Или вы его спрашиваете, доктор, я жить-то буду? Он говорит, ну я бы вам не советовал. Или что-нибудь еще в этом роде. И вы выходите от него, от психолога, от астролога, от доктора. И у вас руки опускаются. Чувствуете, что все плохо. Это значит, что вас осквернили. Разрушили вашу связь с Богом. Вы так чувствуете, что что, все так плохо, что ли? Медсестра, а что мы едем вперед ногами? Я же еще живой. А мы же не приехали. А что, мы не в реанимацию едем разве? Доктор сказал в город, значит в город. Место? Знаете, почему смешно? Потому что это вне всякого здравого смысла. Но вот вы приходите к врачу, и он вам в точности говорит то же самое. Только помягче. У тебя надо гормоны. Вот у меня, допустим, пришел. У меня просто, ну я в дедушку своего. А у меня по дедушкой линии идет пахаокарма на глаз. Он, например, слеп на один глаз будет. У меня тоже, как бы, это повышается давление в одном глазу. Предрасположенность такая есть. Ну я вроде бы чищу организм, не должно быть, да? Но я постоянно, вот свет вот этот, вот и компьютер у меня раздражают глаза. И повышается давление. Я не знал об этом, я чувствую, что глаза напротив, я не знал, что повышается давление. Но я пришел к глазнику, он как бы проверил, говорит, у вас галукома. На один глаз будет слепота. Я говорю, а можно вылечить с помощью трав каких-то? Он говорит, нет. А можно с помощью галукома? Нет. А можно с помощью массажа? Точного. Нет. А можно вообще как-то вылечить без лекарств? Нет. Доктор наукнице. Только капли. Я пришел, капнул эти капли. Первый раз глаз сморчился такой, мне не понравилось. Потом я начал вопрос задавать. Говорю, а можно на голове стоять при галукоме? Вот ты что, дурак что ли? А можно бегать 17 километров? Дурак что ли? А можно в баню ходить? Что, дурак что ли? А можно в прорубь купаться? Что, дурак что ли? Вроде кандидат науку. Что такие вопросы даже? Я купил аппарат изменения крово-глазного давления. Пробежал 17 километров. Во время бега измерил давление. Норма. На голову встал. Мой помощник измерил мне давление в глазу. Норма. В бане измерил давление. Норма. Глазное. В проруби измерил давление. Норма. Сел за компьютер. 5 минут посидел. Измерил давление. Свечка. Все. Нашел причину. Кажется, отзор не мешает иметь нормальное давление. Потом дальше начал молиться. Первая стадия побед над судьбой. Спокойствие. У меня глаз слепнет. У меня даже Бог шутить со мной начал. У меня такое в сердце возник образ, что я читаю лекцию. У меня повязка такая. Глаз слепнет. У меня все равно будут заниматься здоровым возжимом. Потом вторая стадия. Знание начало проклевываться. На второй стадии побед над судьбой человек начинает понимать. Я чувствую, что уши помогут. Глаза уменьшить. Уши помогут. Я потом начал ушам прикладывать к разным местам. Смотреть, как глаз реагирует. Нашел зоны в ухе, где глаза реагируют. Сначала плохо глаз начал морчиться. Я железайки прикладываю. Потом начал прикладывать разные корни. Он морчится. Потом семена начал прикладывать. Смотрю, как-то он получше реагирует. Потом начал исследовать. Тысячу семян исследовал. Из них 9 подошло для глаз. И я эти 9 семян так поставил, что у меня в глазу теперь давление норма. Но я ношу пластырь здесь. И там семена будут. Поддерживаю глаза, чтобы компьютер не перегружал. Так как у меня энергия хорошо работает в организме, поэтому энергии хватает. И у меня уже 5 лет давление в норме в глазу. Потому что семена не дают ему скакать. Все. Вот лечение для чего. Ты сначала каналы прочистил все психически, а потом можешь и иголочками там лечиться, и травками. Чем угодно. Потому что каждый метод лечения что-то сильнее на что-то действует. На иголки, на нервную систему сильнее действует. На мышцы. Гомеопатия на гормоны, если тебе надо бесплодие лечить, допустим. Или гормональные функции каких-то органов. Травы сильно успокаивающее действие дают. Расслабляет человека. Массаж мышцы хорошо лечит. Мышечную систему. Что еще вас интересно? Ну мы не говорим про болезнь. Мы виды лечения сейчас. Да? Да, 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 да. Это смотрите, я сейчас вам объясню. Человек заходит в ледяную воду и резко выходит оттуда. Вот это купание проруби называется так. Раз, раз. То есть, что это происходит? Когда человек заходит в ледяную воду, он, организм, начинается чистка. Вода это самая безобидная среда для здоровья. Но, когда идет чистка, ты допустим зашел в воду, дошел до блока и вышел. Это эффект конденсатора возникает. То есть, ты не прочистил психическое тело, у тебя возникает дисбаланс. Вот здесь вот энергии много, потому что ты прочистился, а вот здесь ее вообще нет. И вот этот дисбаланс вызывает жуткий воспалительный процесс в организме. И поэтому, если ты стоишь, все пять слоев в воде, а как правильно стоять, методически есть, то ничего не будет. Ну, сколько раз мы уже это делали, везде там у нас и 60 человек было в Челябинске, в Чебоксарах, в Купель христианскую ходили. Там было 7 градусов, сидели все. Никто не заболел, ничего не происходит. Потому что, а если человек резко туда-сюда, вот тогда извини. Ну, был один случай у меня, тоже в Америке вот сейчас. Женщина одна, это в Нью-Йорке было, там на Брагн-Бич, там баня, еврейские такие там, управляющие. Ну, я как бы сам, еврей, ну, как бы, все по правилам, это нельзя, столько минут нельзя сидеть. Ну, у них там просто могут засудить, они боятся. В общем, у нас давно вы свободнее. Сколько хочешь, столько пальцев. Твои проблемы есть. Там не так, там могут отцу-то дать. Вот. И одна женщина зашла, я говорю, сиди. Она выскочила. Я говорю, не могу. Я подошел к ней потом, в конце, когда она попалится, я говорю, как вы себя чувствуете? Она говорит, у меня сильно голова болит. Я говорю, в воду. Она говорит, у меня голова болит. Я говорю, в воду, иначе будет хуже. Она залезла в воду, просидела сколько положено, потом в парную. В парную не надо находиться. Сейчас, ну, вот, вода, она никогда не перегружает. А жара перегружает. Поэтому там аккуратно надо. Если чуть-чуть хуже становится опять, выходишь опять в воду. Начинаем водой, заканчиваем водой, подсидеть. Где не парная. Она так все сделала, голова прошла, все стало нормально. Спасибо. Одна женщина, у нее, как бы, при острых состояниях нельзя, при онкологии нельзя. У ней хронический цистит был. Болела по кубу. Я посмотрел, острого состояния нет. Говорю, пошли. Ледяная вода, вроде бы, прицепить ей нельзя, да? Потом парная, потом пять, ледяная вода. Все прошло. Другая с мигрением пришла. То же самое, до свидания, мигрени. Прямо на коне медпроцедуры все проходит, болезнь. Такое действие удивительное. Но надо все делать правильно. Тогда будет хороший результат. Понятно? Есть еще одно, как бы, есть еще один момент. Если у человека очень высокое давление или прединфарктное состояние, тогда нельзя. Или если человек чувствует сильные судороги в ногах. Вот он заходит, не может зайти, значит, не надо заставлять человека. Понятно? Ну, только одна, только предостережение такое. Но вода – это самая безобидная среда. Она не перегружает людей. Солнце перегружает. Длительное движение может, ветер, может, перегрузить вода. Поэтому все очищения, аскезы с воды надо начинать. А потом дальше статические упражнения, потом уже длительное движение. А потом только пост. Потому что пост – это самая опасная уже методоприятия. Просто стоять трудно, поэтому я молюсь. И вот когда я молюсь, чаще всего меня разрывает гнев, раздражение, ненависть. И в последнее время я просто останавливаю. И что меня спасает? Ну, не то, что спасает, а я так нашел, что мне это помогает. Сначала я хожу, и тогда появляются какие-то силы, вот этот гнев, что ли, терпеть или как-то. Мой хороший, есть еще лучший вариант. Вам надо сидеть в воде. У вас так настолько сильное статическое напряжение, что вы статические упражнения сделать сейчас не сможете. У вас нет на это ресурса внутреннего. Баня, купель, парная, купель, парная. Просто в бане лежать. Начните с простой воды, комфортной для вас. У вас настолько сильное напряжение, вам будет перегружать сильно холодная вода. Просто простой 28 градусов, 70 минут, 5 слоев. Можно 22 градуса, 40 минут, 5 слоев. Но тогда уже надо заканчивать теплым, согреваться. И вот начните с этого месяц, это делайте, потом уже стоите, и все нормально. Ладно, все, 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 все. Эту тему мы закрыли, у нас другая тема. Значит, итак, мы говорим с вами сегодня про личные границы. Личные границы будут меняться в течение жизни. Вот мы тяжелая судьба, жесткая судьба, жестокая судьба. Это самая опасная судьба. Там чувство собственного достоинства крушится просто в прах. Когда приходит жестокая судьба, надо знать, что она, ну, когда, допустим, тяжелая судьба, она испытывает вашу семью. Жесткая судьба испытывает вашу семью, вам надо ее сохранить. Жестокая судьба семью не испытывает. Жестокая судьба вообще не ведет себя, как обычно. Вот обычно судьба ведет себя, как сестра. То есть она тебе все равно помогает, конечно, в общем. Но жестокая судьба, она не как сестра себе ведет. Она тебя бьет. И может даже убить. Потому что она воспринимает человека в аспекте вечности, а не в аспекте этой жизни. Ее цель – возвысить тебя. Вот если тяжелая судьба учит отношениям, жесткая судьба учит самодостаточности, то жестокая судьба учит вере. Вот жестокая судьба всегда характеризуется очень одним простой вещью – это нарушение заповедей. Или ты нарушаешь, или рядом с тобой близкий человек нарушает. Вот почитай все заповеди, поизучи. Вот когда жестокая судьба приходит, это измена, это предательство, это насилие, это грабеж, это мордобой. Это жестокая судьба. И когда жестокая судьба приходит, люди думают, надо вот любой ценой сокровить семью. Нет, если ты будешь любой ценой сокровить семью, ты себя убьешь. Потому что личные границы… Это не я. Где-то пробивает музыка. Люди! Надо что-то делать, мои хорошие, там где-то что-то… Где-то что-то происходит. Это жестокая судьба. Да! Подготовка! Степ! Пропивает. Свадьба пела и писала. Раз, два, три. Меня слышно вот так вот? Да! Ну давайте я пока так почитаю, потому что… А сейчас через этот микрофон тоже пойдет. А, это другой микрофон поможет. Видимо, кто-то… А, может быть, кораблики, это может быть все что угодно. Белые кораблики… Ладно, хорошо. Ну, примерно вот так. Вам Господь показал, что… Без вариантов просто. Ну, когда жестокая судьба приходит, белые кораблики, когда приходят, то человек должен знать, что каждый вид судьбы предназначен для чего-то. Вот, допустим, люди спрашивают, что Бог от меня хочет? Вот, вкратце, если тяжелая судьба, вы можете общаться друг с другом, но тяжело. Он хочет от вас доброты, нежности, прощения. Вот. Если жесткая судьба, он хочет дистанции. Жесткая судьба, не жестокая. Он хочет дистанции, пожить отдельно надо, самодостаточной быть, желать счастью человеку, не зависеть, не лезть к нему, будет хуже. Жесткая судьба, самодостаточная, жестокая судьба, веры Бог хочет. Вера, то есть надо молиться, надо совершать воскесы, не надо лезть к близкому человеку. Потому что жестокая судьба убивает, если ты лезешь к нему. Вот, допустим, человек тебя бросил, ты к нему лезешь, получишь психическую травму. Дистанция, молитва. А он еще может агрессировать на тебя, бросаться. Держи себя в руках, молись, сражайся за свою жизнь. Ну, да, через них тоже жестокая судьба может приходить. Наркомания, гомосексуализм. Вон мне как бы приходят несколько человек в Америке. Ребенок сказал, что я буду мальчиком, девочкой буду. Девочкой мальчиком буду. Родителям ничего нельзя делать, потому что подсудное дело сразу. Мне рассказали историю, а один ребенок пришел домой, говорит. А, на школу пришел и сказал, я киса. Десять лет ребенок. Все начали кис-кис там, эти учителя. Но иметь право как бы себя считать кем угодно. Родители пришел, я киса. Родители католики, какая ты киса, ты человек. Он пожаловался, там в школе пришли, из школы учителя, подаватели. Начали доказывать, что он киса, надо ему кис-кис говорить. Это жестокая судьба. Но там так она действует, здесь по-другому. У всех свои три побахи. Понятно? Раз, два, три. Вот, поэтому надо понять, что она есть, эта жестокая судьба. И принимать бой. Вот началась песня веселая. Вы уже знаете, вы на лекции были. Что надо делать? Не надо пытаться лезть к человеку. Не надо пытаться сохранить брак. Не надо пытаться что-то поменять. Надо пытаться молиться до тех пор, пока ты не примешь ситуацию. Пока ты не успокоишься. Пока ты не почувствуешь себя нормально в этой ситуации. Пока у тебя сила духа не появится. Спокойствие, самодостаточность, сила внутренняя. И тогда ты потом дальше можешь уже сохранить семью. Что угодно делать. Уже нет опасности. Но проблема при жестокой судьбе такая, что люди в основном не понимают опасность. Они не понимают, что они могут в психушку попасть. Могут разрушить свою жизнь. То есть жестокая судьба, она не щадит человека. Вот в чем опасность. Не щадит его. Может его убить даже. Потому что ее цель. Или ты поверишь в Бога, или умрешь. Ну то есть она очень жестко действует. Мне не бескомпромисс. Спасибо.